Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с последними новостями. Ну вот самая сейчас, как сказать, новость, которая взбудоражила информационные сети. Азербайджанцы открыли стрельбу по армянским сельчанам в Карабахе. Сейчас зачитаю. На днях азербайджанцы открыли стрельбу в направлении работающих в полях жителей села Сарушен. Сейчас покажу вам на карте. Вот это село Сарушен, недалеко от Шуша. Совсем рядом здесь дорога еще проходит. Так. Об этом сообщила депутат парламента Метаксия Копян. Вот она что заявила. Средь бела дня открыли стрельбу по работающим в поле гражданам. Конкретно в направлении работающего в поле тракторов. По ее мнению, азербайджанцы оказывают давление для того, чтобы взять под свой контроль дорогу, ведущую к Шуша. Вот. Тут Сарушен. Ну все правильно. Вот Сарушен. Вот Шуша. И вот здесь был открыт огонь. Так, продолжаем дальше. Так, это подтвердил, эту информацию подтвердил руководитель отдела по связям Унан Тадевосян. В общем, сейчас он расскажет, что он рассказал тут. В общем, вели сельскохозяйственные работы, трактор работал. И вдруг ни с того ни с сего азербайджанцы начали обстреливать этот трактор. И там, сейчас я вам покажу, как это все выглядело. И там уже появились, как сказать, следы от пуль на этом тракторе. Ну, вот смотрите, трактор работает. И уже начался обстрел. Видишь? Видите, как ебошат с автоматов? Ну, конечно, армяне в шоке. Вон там они в панике. Не знают, что делать. Видите, как стреляют интенсивно? Даже, мне кажется, крупнокалиберный пулемет азербайджанцы задействовали. Видишь, армяне говорят, не стреляйте, не стреляйте. Азербайджанцы, видно, приняли трактор за БТР по привычке уже. Все, что движется, надо обстреливать. Уже поняли, что это очень, так сказать, цель, подходящая для обстрела. И начали ебошить. Так что трактор весь пострадал от пуль. Стрельба была не слабая, скажу там. Обстановка очень напряженная сейчас. Так, в этом районе. Сейчас я немножко закрою это окно. Так, и поехали дальше. Сейчас я вам зачитаю, что тут дальше было. В общем, он, сейчас этот, как вот, Адовосян заявил, что мы сейчас укрепляем посты в этом приграничном селе. Кроме того, ведутся переговоры с азербайджанской стороной через российских миротворцев. Азербайджанцы уже сказали, что они стреляли не специально, а просто ошиблись. Ну, как всегда, сказал-то Адовосян. Ну, просто нечаянно там ошиблись, не туда стреляли. Село Сарушен расположено на границе, и через него ежедневно переправляются азербайджанские колонны. По его словам, полиция уже расследует данный инцидент. В общем, и тут вот как раз, сейчас я вам продолжу интервью, вот как раз он дал. В общем, он пишет, что в селе пока паники нет, сельскость работы продолжается, в общем, продолжает сеять. Хотя выходить на это поле сельчане пока опасаются. Ну, так могут застрелить, конечно. Какая тут нахрен сельскость работы, когда пули над головой свистят, блин. Тут уже не то, что как бы не застрелили нахрен. Так, об этом инциденте сообщила журналист Бархударян, которая выехала на место и поговорила с очевидцами. В беседе со спутник Армения она с их слов рассказала, что по селу стреляли с пулеметов. Представляете, ну, я чувствую, там что-то и пулеметы были задействованы. Сейчас я вам еще, вот, концовка. Когда началась стрельба, люди ушли с поля и обратились за помощью к российским миротворцам. Однако азербайджанцы не захотели говорить, ссылаясь на то, что они не понимают по-русски. Также они попытались взвалить вину на произошедшее на армянскую сторону, заявив, что армяне якобы нарушили границу. В общем, что армяне сами нарушили, и трактор заехал не туда, куда надо, перейдя на их территорию, сказала Бархударян. Это далеко не первый инцидент в Карабахе после завершения военных действий. Вот тут пишет спутник Армения. Раньше азербайджанцы закидывали камнями автомобилистов, совершали вылазки в Ханкинде. Ну, там, да, 13 коров еще пропало. Там потом, наверное, за грабян там сделало такое сообщение, что в одной ферме 13 коров украли. Ну, в общем, пишет, что вот и другие провокации. Так что вот такая неспокойная обстановка сейчас в этом районе, вот в этом селе. Ну, ладно, будем следить за ситуацией. Ну, главное, азербайджанцы извинились, просто сказали, мы просто ошиблись. Бывает, всякое бывает. В общем, как сказать, и снова в бой. Покой нам только снится. В общем, ой, вот такие новости, ребята. Ну, ладно, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.